Друзья, всем привет из Вашингтона. Сегодня я записываю свой очередной подкаст. Я Николай Воробьев, директор Центра Восточноевропейских Перспектив в Вашингтоне. Хотел бы вам немножко рассказать по поводу ситуации, которая сейчас здесь происходит. К сожалению, тема Украины, она постепенно уходит. Ее заменяют международные вопросы, ее занимают вопросы Сирии, вопросы экономического роста, экспансии Китая и другие. То, что происходит сейчас война в Сирии, то, что российская авиация бомбит свободную сирийскую армию, других представителей оппозиции, тем параллельно Украина тоже идет как прицепом к этой теме. Но, тем не менее, если еще в марте-апреле Украина была в топ четырех тем международных отношений, то сейчас она не входит даже в десятку. Поэтому я считаю, что максимально нужно активизироваться лоббистам Украины в США, активизироваться диаспоре и остальным людям, журналистам, представителям, которые представляют интересы, опять же, ставят интересы Украины, в частности, здесь, за мной, в здании Вашингтона. Что касается недавних дебатов, тоже интересно. Я всех призываю смотреть кандидатские дебаты в президенты США. В прошлый четверг состоялись дебаты представителей республиканцев. Всего там идет 13 кандидатов. И, естественно, что дебаты были довольно интересные. Многие меня спросят по поводу того, насколько кандидаты от республиканцев и демократов поддерживают Украину. Я скажу так, что следующий президент США, он либо она, они будут так либо иначе лояльны к Украине и намного больше будут делать, вовлечены в международные отношения, нежели нынешняя администрация президента Обамы. Какие еще вопросы мне задавали по поводу военной поддержки? Украина в этом году ее получит, нелетальную поддержку получит на 150 миллионов долларов. Ну и также некоторые виды финансовой поддержки. Естественно, что говорят, что какая-то на кого ставит Америка, какие есть заговоры, возможно. Я скажу так, что Америка не администрация, не конгресс, никакой американский политик не будет толерантен к коррупции, к тому, что происходит сейчас в Украине. Ни Арсений Яценюк, ни по большому счету Петр Алексеевич их не устраивает, в плане того, что они прекрасно понимают, что эти люди во многом воспользовались Майданом и пришли на волне к власти. Но, тем не менее, поменять их на кого-то нет смысла, и политического, и экономического, потому что все прекрасно понимаем, что премьер-министр сейчас шантажирует украинский парламент по поводу того, что они сложат мандаты и будут перевыборы. Я думаю, что все-таки есть какие-то гарантии, есть гарантии того, что так либо иначе будут воровать, но не столько, будут потихоньку продвигать Украину в европейском направлении, но не такими гигантскими темпами, как это ожидалось после Евромайдана, после революции достоинства. Поэтому я скажу так, что правительство Украины сейчас, несмотря на то, что как бы американцы не ругали их, как бы они на них не кричали, но, тем не менее, это правительство их на данный момент вполне устраивает, и я думаю, что оно будет сохраняться. Естественно, американцам неинтересны досрочные перевыборы здесь, в Украине, они тоже будут всячески пытаться это оттянуть. Но, опять же, сейчас весь фокус, номер один, это президентские кампании, дебаты среди демократов, дебаты среди республиканцев, то, что они обещают своим избирателям, то, что они обещают, какой порядок они обещают навести на международной арене, ну и, в принципе, остальные такие важные моменты, которые больше всего интересуют, конечно, американских избирателей. Я буду держать вас в курсе, еще раз представлю себя директор Центра восточноевропейских перспектив в Вашингтоне. Мы продвигаем интересы Украины, восточноевропейских стран, и всячески пытаемся адаптировать американские месседжи для украинской широкой общественности. Мы народные дипломаты, и существуем благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо, что смотрите, спасибо, что фолловите. Пожалуйста, свободно распространяйте это видео, и буду стараться информировать вас и впредь. Всего доброго, с вами был Николай Воробьев.